Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки, красивой Которая будет у нас в новогодние праздники Развлекать народ Завлекать Все это называется Вятская Снегурочка Воснецовская, простите, Снегурочка 2023 Накануне объявил этот конкурс Городское управление культуры Подробности узнаем от представителя управления культуры Мариной Матвеевой Ну а теперь у нас в студии гости Не первый раз уже очень рады приветствовать Будем говорить о городском хозяйстве Подготовке к зиме Представим Екатерина Безгачева у нас в гостях Заместитель начальника дирекции благоустройства Города Кирова Екатерина, добрый день Добрый день Добрый день, приветствуем Екатерина Хотим в первую очередь поговорить О том, что сейчас волнует Наверное, многих жителей нашего города То есть активно продолжают у нас проводиться По благоустройству работы в городе И многие, безусловно, заметили Что у нас активно Эта работа еще в прошлом году, если не ошибаюсь Началась активная В этом году продолжается очень интенсивно Манипуляции с газонами Та часть, которая разделяет тротуары Пешеходные дорожки и проезжую часть Я сам живу, собственно, в центре города И тут в течение нескольких дней Наблюдал, что пришла такая серьезная техника Экскаваторы, которые срезают верхний слой почвы Все это грузится в самосвалы и увозится Получило это все отражение в социальных сетях Но этих сообщений не так уж и много Но они все-таки есть Я называю все это, конечно, таким вот Излишним кипишем, да Домыслом и вымыслами Потому что люди почему-то Некоторые посчитали, что вот это сейчас уберут Привезут туда определенное количество Плодородного слоя, чернозема Что-то там, возможно, посеют Возможно, посеют непонятно что Все это будет опять расти Непонятным бурьяном Придется все это косить Давайте сегодня будем говорить про то, что же все-таки запланировано Объективную картину выясним Пожалуйста Эта работа еще продолжается по срезанию газонов? Какие планы? Первый такой был пилотный проект Это когда мы в том году, в прошлом контракте У нас эти работы появились Это была у нас только срезка грунта Она была не в таких объемах и масштабах, как сейчас В тот раз мы поймали негатив тоже достаточно много Провели работу над ошибками И в этом году уже в этих новых контрактах по содержанию У нас, как известно, их сейчас уже не один, а пять В августе это было сделано еще? Да, в августе мы заключили пять контрактов на содержание И в каждом из них есть у нас объем по срезке грунта И что он подразумевает? Все правильно по технологии объяснили То есть, да, действительно у нас предусматривается Эта реновация газонов Мы одним таким красивым словом это все называем Значит, что туда входит? Это первый этап, это у нас идет срезка грунта Это как вручную, так и механизировано, как вот вы видели То есть забирается А вручную там, где техника не может Рядом с деревьями, в узких местах, в стесненных условиях Вот, то есть это у нас забирается порядка 30 сантиметров Делается выемка грунта Где необходимо, подрядчик делает больше То есть у нас есть такие участки Там Ломоносово, все, наверное, представляют Как там у нас нависал этот грунт прямо с борта И постоянно песок вот этот весь Потом, которым мы дышим Вот, здесь у нас, значит, предусмотрена срезка грунта Где необходимо, это больше 30 сантиметров Где это не нужно, то это менее 30 сантиметров То есть все это высчитывается по кубам Вывозится, да, подрядчикам И следующий этап, это идет у нас уже подсыпка плодородной земли Которую подрядчик туда привозит Он ее разравнивает, планирует и укатывает Где берется плодородная земля? Можно поинтересоваться, откуда? У каждого подрядчика свой источник То есть где они ее берут То есть чаще всего у нас вот запрещено, да, в торф в чистом виде Например, используют так, как он горит Да, пожаропрость Поэтому за этим тоже следиться, смотрим То есть мы вот, когда начинали в этом году В сентябре у нас был такой инцидент один Что мы заметили, что где-то что-то начинает И мы сразу же это пресекли То есть это тоже мониторится В том числе и безопасность вот этого всего процесса Так как достаточно масштабно это В том числе и просим подрядчика выставлять знаки Это все огораживать Смотреть, чтобы у нас то, что выгружали они землю Чтобы это не мешало ни транспортным средствам Ни тротуарам, на тротуарах людям, которые передвигаются Вот, далее у нас будет еще следующий этап, да То есть выемку сделали В этом году мы планируем, что мы будем Планировку новой земли делать А на следующий год мы планируем делать засев трав Планировка новой земли, это что такое? Ну то есть вот мы выемку сделали, да И нам необходимо плодородный-то слой Уложить обратно Да, вернуть, либо привозим новую землю Ее планирует подрядчик, разравнивает И на следующий год у нас планируется на этих газонах засев трав То есть разнотравие, они у нас также это прописано в контракте То есть не сейчас на зиму глядят, да? Не сейчас, не в зиму, да, будет сделано Весной 2024 года Да, все верно Тоже у нас был ряд спорных моментов, что лучше сейчас Должны сделать потом, когда у нас, да, уже снег сойдет И мы уже, так сказать, в сезон заходим И засыпаем это все семенами Но пришли к такому мнению, что в этом году мы больше делаем срезки Больше делаем планировки А на будущий год уже засеваем, чтобы это у нас все к лету взошло Вот, то есть такой план Дальше мы, ну, предусмотрели в этом году также тот негатив Который у нас, да, был в том году по поводу порчи деревьев Это у нас один из таких важных факторов, да, что Общественность Это когда техника вот срезает Да, ковшами Рабочей частью, она вредит деревьям, кустарникам Да, то есть Ну, в частности, в частности, такую, простите, что перебиваю В частности, такую картину наблюдала Новоровского Рядом с кинотеатром Колизей Там были повреждения Да, 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 кстати, были тоже Лип-лип-липы Вот, поэтому мы с общественностью контактируем У нас в этом году вообще состоялась встреча То есть мы когда поняли, кто у нас подрядчики Мы, значит, собирали всех подрядчиков, всех субподрядчиков Которые именно задействованы на этом деле Те, кто срезает у нас грунт Как вручную, как и механизировано Вот, и брали, значит, общественников Там у нас было три представителя У нас есть такой городской совет по благоустройству в WhatsApp Я в нем с недавних пор нахожусь Вот, то есть так мы Звучит как Да, очень хорошо звучит Совет по благоустройству в WhatsApp Ну, в принципе, да Все в доступе, да Все онлайн в любое время суток Вот, поэтому мы с представителями этого, значит, совета встречались Значит, с нашими подрядчиками Начальника дела содержания у меня был Кураторы у меня были Те, кто следит за качеством на всех этих участках, где выполняются работы И наши представители были, значит, из зеленого строительства Это у нас Светлана Кекина, да Которая нам сразу же на начальном этапе перед нашими всеми ошибками Показала, рассказала, что нужно делать, что не нужно делать Как мы отходим от дерева То есть сейчас можно заметить, вот когда у нас состоялась та встреча Мы все проговорили, до подрядчиков донесли Единичные случаи замечаний бывают, но они единичные Это у нас уже не системно И, значит, можно сейчас заметить, что к деревьям мы не подходим ближе 30 сантиметров Чтобы сберечь корневую систему, чтобы у нас не было в дальнейшем Никакого негативного последствия, да, чтобы у нас деревья радовали нас И понесли свою функцию Продолжали зелениться Да, да, да Цвести в дальнейшем Вот, поэтому это один из факторов Также после этой встречи у нас была встреча с этими же представителями из городского совета Мы еще раз обсудили Они внесли свои предложения по поводу фиксирования, по поводу деревьев до со всех сторон Чтобы проводили с ними встречи, чтобы давали им списки, где мы проводим, чтобы они тоже свои рейды совершали То есть мы находимся в диалоге Я вот, правда, сейчас была в отпуске, но за меня оставался ответственный человек, который это все дело продолжает И с сегодняшнего дня я тоже с новыми силами Приступайте к своим непосредственным должностным обязанностям Екатерина, если возвращаться к прошлогоднему опыту, да, посредстве именно верхней части грунта То есть если откинуть в сторону те недостатки, которые были сделаны Вообще, в принципе, хорошо ли зарекомендовал себя этот участок, который был сделан? Ну, давайте напомним, что основная цель – это не допустить при осадках, при таянии снега Сползание, да, этого мокрого грунта на асфальт, на проезжую часть, на тротуары Да, все верно Получилась, улучшилась ситуация Одна из причин, для чего мы вообще завели этот вид работы в контракт по содержанию Это именно, что избавиться вот от этих вот грунтовых наносов, да, которые у нас образуются И спадают с бортового камня, получается, в весенний период То есть это была основная задача, чтобы предотвратить вот эту вот пыль И визуально, чтобы было прибрано красиво, качественно И я думаю, что мы в том году это было у нас всего 4 улицы, да, это улица Воровского Это у нас улица Милицейская была И улица Ленина кусочек мы там тоже забирали Вот, показали они себя в принципе в целом положительно То есть вот я говорю, что первые такие ошибки мы получили Ну, то есть, проще говоря, чище стало, замечательно Я думаю, что и визуально стало приятнее смотреть на эти участки В плане уборки подрядчикам стало легче Но я говорю, что это маленький все равно, маленький объем Вот в этом контракте у нас, да, сейчас заложено порядка 250 тысяч срезки вот этого, да, метров квадратных То есть это достаточно большой объем В том году было значительно меньше И на сегодняшний день вот уже, да, в этом контракте мы порядка 75 тысяч То есть это уже 30 процентов, можно сказать, мы этого объема сделали И сейчас они... Подождите, вот до конца года все 250 тысяч, да? Я думаю, что нет До конца года мы этот объем не сделаем Останется у нас на 24-й год, так как контракт у нас до августа, да, то есть у нас на год Я думаю, что мы это будем продолжать, эти работы Но сейчас у нас приоритет подрядчикам выставлен и выданы задания уже там порядка 20 улиц Это в основном центральная часть, это у нас те улицы, где у нас национальные проекты идут, да, это там улица Свободы, Володарского Также у нас это Октябрьский проспект, да, где тротуар мы сейчас делаем То есть подрядчик завершает участок, подрядчик по содержанию срезает, приводит в общий вид И то есть визуально участок уже смотрится законченным Вот, то есть акцент на этом Также у нас сейчас у автовокзала мы срезаем Это улица Горького Вот я как раз улицу Горького имел в виду, там активно тоже проводились работы Вот, и кроме того у нас в этих контрактах добавилось, что корчевка пне Это тоже новый такой у нас блок по зеленке И в том числе, когда у нас срезается грунт, проводится вот эта реновация газонов Те пеньки, которые там уже кучу-кучу лет, которые превращаются потом в ежики весной Мы их сейчас тоже уже убираем в рамках этого же контракта И у нас совершенно другой вид получается Специальная техника для корчевания используется? Есть пнедробилки Там же специальные приспособления, которые упрощают намного всю эту работу У нас есть они у нашего отдела зеленого строительства Есть у подрядчиков То есть кто-то на субподряд берет, пользуется, арендует эту технику И основная задача именно, чтобы убрать вот эти пеньки, которые смысла не имеют сейчас Их убирать, и в целом, чтобы вид был завершенный Мне вот еще все-таки хочется вернуться к той почве, к тому грунту, который завозится на место срезанного верхнего слоя Следят ли за ним подрядчики Просто я понимаю прекрасно, что есть риск занесения каких-то сорных растений К тому же, если они все с разными поставщиками работают Да, потому что я помню, как ты наблюдал, там вплоть до Борщевика, по-моему, начинало колоситься что-то такое Это где такое было? Где-то, по-моему, сейчас точное место не вспомним, но где-то центр города У нас? Да, это было несколько лет назад, по-моему Отслеживают подрядчики, чтобы грунт был качественным Как-то, не знаю, просеивают его Какие-то требования, возможно, к нему есть? Конечно, отслеживают У нас, смотрите, на стадии То есть выезжаем первоначально с подрядчиком Куратор, да, определенный, закрепленный за участком Выезжает, смотрит сначала, что было до То есть где нужно срезать, где не нужно Срезают Потом куратор снова выезжает, смотрит, как срезали, что повредили Если повредил подрядчик, то у нас у них всегда сейчас есть на участке Специальное средство, которым обрабатывают вот эти задиры на деревьях То есть тоже показали, рассказали, как правильно это все обрабатывать Чтобы это все было сразу сделано В общем, рамки залечить сразу деревья Да, что если есть вот эти царапки То есть, понятно, если там сильное повреждение Но таких у нас не было еще То подрядчик действительно потом будет оценка проведена Будет восстанавливать, либо там высаживать Ну, в общем, работы будут в дальнейшем проводиться уже претензионные А здесь куратор выезжает, смотрит, как срезали состояние участка в целом И дальше, когда идет уже засыпка землей с планированием Куратор тоже выезжает, смотрит, соответственно Чтобы вот этих комьев не было, да Чтобы никакого мусора там строительного не было, не дай бог Чтобы вот по поводу того, что взойдет на следующий год Будем уже смотреть, соответственно, на следующий год Когда взойдет Да, потому что сейчас, я думаю, это нереально отследить Там есть семена борщевика, нет, но подрядчикам строго-настрого сказано Что, ребят, ну, все в одном городе Вы сказали, что к лету следующего года, да, вы надеетесь, что там взойдет эта газонная трава А дальнейший уход будет предусмотрен? Конечно, ну, то есть, им же будут косить Этими же подрядчиками Конечно, то есть, им же потом и работать с этим Также у нас сейчас набирает популярность вот этот гидропосев, да Наверное, слышали уже Вот в сквере семьи у нас на Казанской Он первый раз, наверное, такой Семена газона, они как распыляются, как из керхера из такого Растворяются и с удобрениями, и с водой То есть, такая вот питательная смесь очень получается Они хорошо равномерно вырастают и выглядит это хорошо Но там нужен уход более тщательный, подкашивание вот это все И следить за этим необходимым Поэтому, я думаю, что еще будем с подрядчиками не раз собираться По поводу того, что они будут засеивать Какой набор трав, потому что есть разные Там клейверы вот эти вот есть, да Есть там различные сборы вот эти полевые Ну, то есть, на самом деле, большой спектр, из чего можно выбрать Но будем смотреть, что будет для нашего города актуально Чтобы это действительно был зеленый, хороший газон Ну, понятно, что эта работа не проводилась очень долгое время, да Очень много-много лет Объем большой Я даже не помню, видел ли я в таких масштабах в нашем городе Новый газон или хотя бы вот эту площадку, которая под него планируется Теперь, надеюсь, много лет будем засеивать все это дело Перейдем к дорожникам и к зиме Ну да, собственно, да У нас уже первое дыхание зимы Что там, да, синоптики обещают Почувствовали мы, да, снег уже И была уже информация о том, что подрядчик основной Вернее, подрядчики, да, сейчас вернее так говорить Уже переводят свою технику на зимний режим работы Как сейчас идет эта работа Насколько мы уже готовы Хватит ли нам традиционно всевозможных реагентов Сделан ли запас В общем, с каким Во всеоружии ли мы встречаем, да, грядущую зиму Да, можно, я думаю, уже с уверенностью сказать Что у нас в том числе и по противогололедному материалу Да, уже проводили некоторую проверку И у нас финально в эти выходные идет проверка Будет с администрацией города совместно На базе подрядчика одного из, это у нас ГДМС Будем смотр техники проводить очередной И также уже проверили о том, что имеется противогололедный материал На базах у других подрядчиков Это порядка 12 тысяч тонн уже из них А чем посыпать будем в этом году? Все как обычно? Традиционно у нас галит, у нас песок, у нас пескосоляная смесь Бионорт Да, кто использует И я знаю, что у одного из подрядчиков есть такая конструкция Именно для рассолов То есть, ну, тоже мы в том году об этом разговаривали Что используются рассолы Но они больше при температуре переходе на ноль используются Когда сильный минус, они уже не работают Вот, то есть тут все остается по противогололедным материалам Которые сейчас заготавливаются Они остаются все теми же, какие были То есть мы с ними работаем Подрядчик знает, при какой температуре Какой реагент применять На тротуарах, на проезжих частях То есть это все, я думаю, еще потом будем более подробно разговаривать По технике, значит, на сегодняшний день у нас Всеми подрядчиками, все вместе Они располагают порядка 185 единиц техники Это у нас и для тротуаров Порядка 60 единиц И также это у нас для проезжих частей Порядка, ну, вот, 125 единиц Екатерина, перебью сразу А можем мы как-то оценить количество техники То есть вот, которая работала тогда Когда у нас был генподрядчик И сейчас, когда у нас 5 равнозначных, скажем так, компаний Да, мы проводили уже анализ такой Но вопрос в том, что вот по мне Количество техники осталось таким То есть вопрос сейчас в том, что часть подрядчиков Старую технику продали Какие-то единицы, да, которые уже там Ну, где-то как-то слабо себя чувствовали, да Закупили новую технику Где-то кто-то поменял оборудование Навесное вот это, да, которое у нас в списке разбрасывали Вот эти вот щетки То есть вот эти вот все расходники, которые необходимы То есть я считаю, что ситуация в целом По оснащению техника для зимнего содержания В том числе она улучшилась Вот, то есть вот это мы еще посмотрим в субботу Да, когда у нас будет выезд Еще раз посмотрим на состояние техники Еще раз поговорим с подрядчиками Достаточно у нас увлекательный всегда процесс Потому что у каждого из подрядчиков есть определенный опыт Да, я уже, наверное, рассказывала Что у нас некоторые подрядчики отлично работают на грунтовых дорогах То есть от них никогда нет там вопросов Что, ребята, вы там где-то какую-то деревню забыли То есть все отработано А на асфальт их пускать нельзя, потому что у них техника Как раз-таки, ну, допустим, приспособлены на грунтовку Да, трактора КДМки, допустим, которые у нас основные Да, вот эти ходят по асфальту Они у другого подрядчика есть То есть здесь с этими, с новыми контрактами у нас перераспределены титула Посмотрим, да, вот у нас показательно будут тут первые морозы Когда посмотрим, как подрядчики справятся Потому что маршруты они разработали Они нам их предоставили Мы все посмотрели Противогололедный материал есть Техника есть Механизаторы есть Понимание есть Что делаем, какая цель, да Что самое главное для нас это безопасность все-таки Прежде всего, как на тротуарах, так и на проезжих частях Вот, поэтому будем смотреть, как первый переход на минус подрядчики сработают Понятно, что у нас сейчас это несколько раз, наверное, как обычно будет Минус, плюс, минус, плюс Так, вопрос со специалистами, так называемыми, ручного труда Которых из года в год нам катастрофически не хватает Как-то в этом году более внимательно к этому подошли Да, вот смотрите, на сегодняшний день у нас порядка 180 человек У меня указано, что на всех пятерых подрядчиков у нас есть В зимний период у нас также уже проговаривали с руководителями подрядных организаций Что это количество должно быть увеличено Заявляем до 280 Плюс 100 еще, да? Да, то есть Как-то 180, как будто бы как Ну, маловато, маловато, да Так нет, на самом деле Я вообще не спорю, что техники должно быть больше То есть если мы съездим в какой-нибудь другой город Посмотрим, в каких количествах там на квадратный метр это техника Понятно, что вопрос комплексный и финансирование, и всего И то есть это, понятно, не тема сегодняшнего разговора Вот Но увеличение к зимнему периоду будет по ручникам Посмотрим, как у подрядчиков удастся этого добиться Удастся, не удастся Будем анализировать уже, понятно, по факту Когда у нас хороший первый снегопад пройдет Будем собираться Зимой мы собираемся чаще Именно по содержанию, да То есть летом это ремонт, да Текущая какая-то работа А зимой содержание все-таки, наверное, это одно из основных Чем занимается как раз-таки наша организация Как контролирующий орган Ну, я думаю, не лишним будет напомнить, что Да, работа подрядчиков, городской администрации по содержанию Улица, она очень важна Но все-таки не нужно забывать и о себе Я говорю, в первую очередь, об автомобилистах, да Мы же все прекрасно знаем и понимаем, когда день же станчика, так называемый, может наступить в городе, да Ну, можно же заранее так побеспокоиться Резину поменять Вот в ближайшее время И, кстати, многие уже начали, да Вот я тут хожу, смотрю, что в шиномонтажах происходит Минутка, да, у нас пара минут осталось Как вообще, сколько уже получается, два с половиной месяца, да, работает организация у нас Дирекция? Больше, чуть больше Нет, вот пять подрядчиков Контракты, контракты 14 августа, да А, ну, получается, три месяца уже В середине августа это произошло Как они вообще? Как они держатся? У нас, получается, вот сколько тут? Два месяца будет, да, то есть с августа, сентябрь, октябрь Два месяца, послезавтра отмечаем, как у нас контракт состоялся, слава богу Я думаю, что первый такой месяц у нас был Все еще разбирались, где у кого, какие там кусочки, титула, там все вот это вот Сейчас уже подрядчики понимают Все свои слабые места традиционно знают Я могу сказать, что подрядчики усилились по субподрядным организациям То есть они сейчас, как каждый, да, вот пять организаций И у них есть теперь свои субподрядные организации Я думаю, что в этом плане они более стали, ну, самостоятельные И все-таки вот эту вот организацию процесса они уже за эти два месяца-то отладили Поэтому, ну, переход в зимний период будет, будут замечания И все так же их можно направить на диспетчерскую службу, да, на единую Вот, кстати На ГДМС остается А, вот, я хотел задать вопрос Да, у них заключен Раз у нас сейчас появились полноценные все подрядчики Как у нас с диспетчерской службой, то вопрос решается Все остается, как и раньше Все остается, как и раньше То есть для удобства мы тоже собирались, проговаривали На базе ГДМС собирались, обсуждали это, что будет удобно Если вот останется тот телефон, останется та диспетчерская И тот же самый алгоритм приема заявок и их отработки, что это все будет И сбор информации, и все это осуществляется гораздо легче, когда таким образом Поэтому тот же телефон могу продиктовать Конечно, давайте озвучим им пора 8 922-967-2234 Это у нас единая диспетчерская служба Кто же помнил? Молодец Спасибо Екатерина Безгочева, замначальника дирекции благоустройства Завершаем Спасибо, Екатерина, что были с нами У нас сейчас реклама Продолжаем программу «Дневной разворот» У нас вторая, более Меньшая по времени часть программы Как-то вот уже невольно, наверное Задумываемся мы о Новом годе Всего-то ничего остается Ну и вот Управление культуры, городадминистрация У нас объявило конкурс «Воснецовская Снегурочка-2023» Почему «Воснецовская»? Почему? А сейчас узнаем Потому что у Виктора Михайловича Воснецова, видимо, есть картина «Снегурочка» Будем общаться Да, Марина Матвеева, главный специалист управления культуры администрации города С нами на связи Марина Сергеевна, добрый день Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели Да, добрый день Марина Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста, как будет проходить конкурс Да, каковы будут условия для участниц Что нужно будет сделать, чтобы одержать в нем победу Итак, для начала небольшая историческая справка На самом деле этот конкурс впервые мы запустили в 2013 году Тогда мы получили огромный положительный отклик от наших кировчанок И последний раз проводили конкурс в 2019 году Далее случилась пандемия И вот в 2023 году мы наш конкурс возобновляем Что же нужно сделать участницам, чтобы победить Конкурс будет проходить в два этапа Первый этап заочный Участницы направляют видео визитку И в видео визитке они должны будут рассказать о себе Представить себя и ответить на главный вопрос Почему же именно я должна стать Лоснецовской снегурочкой И представить наш замечательный город Киров В статусе новогодняя столица России По итогам отборочного этапа У нас лучшие участницы проходят в галаконцерт И на галаконцерт у нас будет Марина, простите, перебью Просто мы же всегда на чистоту общаемся с нашими слушателями Я просто хочу адрес электронной почты сразу же озвучить Снегурочка43собакаинбокс.ру Вот туда визитку нужно отправлять Да, все верно Отправляют участницы туда А то мы сказали, куда-то отправлять нужно непонятно куда Вот сейчас понятно Так, продолжаем Потом будет очный этап Да, потом будет очный этап Галаконцерт И там будет три испытания, скажем так Первый это дефиле Участницы в своих костюмах В Лоснецовских снегурочках Которые они придумают самостоятельно Продемонстрируют свою красоту И грацию для всех зрителей И наших уважаемых членов жюри Второй конкурс это импровизационный То есть участницам будет задана ситуация Из которой они должны будут творчески, креативно как-то выйти Найти выход И тем самым доказать, что именно она То есть эта участница должна стать Воснецовской снегурочкой Ну и завершится галаконцерт Конкурсом домашнее задание Это совершенно любая форма выступления на сцене Раскрывающая творческий потенциал участницей Это может быть стендап Танец, песня, фокусы То есть в чем сильна участница То она и представляет на сцене В общем полет фантазии абсолютно Да, свободу творчества А есть какое-то ограничение Количества участниц, которые проходят в галаконцерт? Ограничений пока нет Если вдруг так случится, что у нас будет очень много участниц Я думаю, что мы разобьем галаконцерт На полуфиналы и затем финалы А, ну по ситуации уже будете смотреть В зависимости от количества поступивших работ Да, да, то есть мы на этапе приема заявок Уже будем понимать Случится у нас двойной полуфинал Либо же мы все делаем в один день А что предстоит победительнице в итоге потом делать? Как у нее будут, какие обязанности на нее будут Возложены, как на Воснецовской снегурочке? Ну вот, например, мы прекрасно знаем, что Девушки, которые завоевывают ютилмисс, например У них потом обязанность в контракте Путешествовать, представляться на мероприятиях Улыбаться, сверкать, сиять А что с Воснецовской снегурочкой? У нее, да, какие обязанности будут в дальнейшем? Все верно Сверкать, сиять на наших новогодних мероприятиях Традиционно в нашем городе В конце декабря, на предпоследней неделе декабря Открытие главной площади города Открытие главной площади Открытие главной елки нашего города Здесь снегурочку мы впервые представляем В этом статусе И вместе с нашим Дедом Морозом Они встречают, так сказать, новогодние мероприятия В дальнейшем По особому плану новогодних мероприятий Снегурочка также будет принимать участие Вместе с Дедом Морозом А на Деда Мороза конкурса не будет? А у нас есть Дед Мороз На Деда Мороза конкурса не будет Дед Мороз у нас уже известен Мы же прекрасно помним, что у нас глава администрации Наряжается в костюм Деда Мороза И выходит на театральную площадь общаться с горожанами У нас Дед Мороз уже есть Непонятно, а что за несправедливость? Снегурочку выбирают на конкурсе, а Деда Мороза назначают Марина, поясните, пожалуйста Еще там есть такой момент Будет и жюри работать, да? Отбирать участниц Но будет еще и приз зрительских симпатий Это так? И как это состыкуется между собой? Да, все верно То есть наше профессиональное жюри Выбирает победительницу По итогам всех испытаний Гала-концерта Но параллельно с этим мы запускаем Зрительское голосование в нашем официальном Сообществе ВКонтакте Воснецовская Снегурочка И вплоть до момента подведения Итогов этот счетчик Будет работать И как только у нас будут уже оценки жюри Мы останавливаем голосование И получаем результаты И одновременно с объявлением Воснецовской Снегурочки Будет подведен итог зрительского голосования И также будет присвоен титул Мисс зрительских симпатий Отлично, спасибо Спасибо большое Марина Матвеева Главный специалист управления культурой Администрации города Кирова Была с нами на связи Ну вот все желающие могут принять участие Ну подожди Мы что-то я не припомню Проговорили мы, не проговорили Там же возрастные Возрастные ограничения Есть от 16 до 25 лет Могут поучаствовать девушки Школьницы, студентки То есть старше 25 Не может быть Снегурочки Вот так вот, черным по белому написано От 16 до 25 лет Приглашаются к участию Еще раз напомню адрес Куда можно отправлять свою Видеовизитку Снегурочка43собакаинбокс.ру Мы отправляемся на перерыв Редактор субтитров А.Семкин